Итак, всем привет на моем канале, меня зовут Мария, и здесь я рассказываю про то, как я переехала в Париж, как я получила студенческую визу, и в целом мой блог посвящен моде, лайфстайлу, как начать работать с брендами, как стать инфлюенсером, и уже я нахожусь в Париже, потому что я сюда переехала по студенческой визе, и здесь я расскажу вообще, как получить визу, какими сложностями вы можете столкнуться, сколько это стоит, какие этапы, какой алгоритм действия у меня был, что мне помогло, а также о своих первых днях, как я сюда приехала, как я добиралась, и вообще зачем я переехала в Париж, зачем я это захотела, и что мне 24 года, в общем-то здесь я расскажу про все-все-все этапы. И, кстати, не забывайте подписываться на мой аккаунт, я создала, кстати, новый аккаунт, потому что мой старый атакует просто по-дикому боты, от моего инстаграма, сам инстаграм отписывает подписчиков по несколько раз, они подписываются, он все равно их отписывает, и также одним днем инстаграм дарил весь мой контент за два года, все мои хайлайты, все мои рилсы, поэтому я подумала, что это знак создать новый аккаунт, и можете, в принципе, подписаться на старый и на новый, пока я буду вести два параллельно и развивать. Итак, давайте начинать. Начнем с того, как я задумалась о том, что я хочу получить студенческую визу, и вообще зачем. Я люблю очень путешествовать, и в ноябре прошлого года, я поняла, или даже в октябре прошлого года, это, получается, прям год назад было, потому что сейчас, конечно, октября как раз-таки, и год назад я задумалась о том, что мне не нравится ездить по туристической визе, потому что это всегда ограничение, всего лишь полгода в год ты можешь находиться в Европе, что мне было неудобно, то есть получается, что ты как бы месяц можешь быть, месяц не можешь, и то есть через месяц ты можешь приезжать. Как бы окей, но мне бы хотелось побольше побыть в Европе, мне хотелось бы побольше попутешествовать или пожить, то есть мне уже, я тогда поняла, что меня как будто бы в России, в Москве уже как будто мало что держат, то есть многие мои друзья уехали из Москвы, многие, то есть я тогда уже закончила универ, у меня не было никакой привязки, я работаю онлайн, я инфлюенсер, я работаю с брендами, и работаю в маркетинге, помогаю другим людям развивать их блоги, продаю свои курсы, в общем, у меня вообще нет никакой привязки к городу, и мне захотелось что-то поменять в своей жизни, как-то сменить локацию, в общем, я не сиделась на месте. И тогда я начала задумываться о том, а как же вообще, есть ли у меня какие-то возможности перебраться в Европу на временное место жительства, то есть на ВНЖ, и мне нравилась идея того, что я могу получить какие-то определенные привилегии, типа по наземным границам передвигаться, могу получить иностранную карту, могу получить больше прав за рубежом, точнее в Европе, и я тогда была в поиске вообще, где я хочу остаться. Я путешествовала по Европе и поняла, что в Париже мне нравится больше всего, что этот город мне больше всего подходит по моим амбициям, по моей сфере моды, потому что моды, здесь столица мода в Европе, здесь супер быстро это все развивается, все тренды появляются здесь, неделя моды, бренды, агентства для инфлюенсеров, в общем, все это находится здесь. И Париж я люблю, у меня он больше всего подошел по атмосфере, по людям, по красоте города, то есть я люблю, обожаю этот город и поняла, что все, я хочу обосноваться здесь, хочу попробовать пожить здесь. И это не навсегда, то есть это не значит, что я решила прям переехать и прям с концами эмигрировать. Это значит, что я захотела хотя бы годик пожить в другом месте, и как если не сейчас, когда тебе 24 года, когда ты молод и ни к чему не привязан, у тебя нет семьи, детей, мужа, и тебя ничего не держит, вот. Поэтому тогда, в прошлом году, в ноябре, моя подруга, вообще несколько моих подруг, которые уже живут в Европе, они начали меня убеждать, что студенческая виза это вообще не сложно, это самый простой способ перебраться за границу. И я подумала, что почему бы и да, и начала просто изучать информацию по тому, как можно получить студенческую визу. То есть на тот момент мне казалось, что это офигеть, как сложно, что это невозможно, что это очень дорого, что это просто нереально и даже не нужно пробовать. И я знала, что есть такая возможность, но все предыдущие годы я всерьез об этом не задумывалась, как и в варианте. Но я начала больше общаться с людьми, которые живут по студенческой визе здесь, и мой мозг начал воспринимать, как будто это что-то не такое уж и сложное. И очень даже возможное. Поэтому я зашла в интернет, начала искать варианты, читать об этом, начала также заходить на YouTube, смотреть ролики, как получить визу. Поэтому я знаю, что этот ролик будет очень полезен многим, узнать реальную ситуацию, потому что свежих роликов за 2023 год практически вообще не было, и нельзя было получить актуальную информацию. А как же сейчас человек проходит этот путь? На форумах тоже мало информации, мало кто рассказывает о каких-то неудачных опытах или о положительных опытах, и ты не можешь как-то объективно понять, как это все на самом деле происходит сейчас. Поэтому, надеюсь, мой ролик, он многим поможет. В общем, тогда я вернулась в Россию, и в декабре начала углубляться в информацию и собирать подробный список того, какие документы мне нужно подготовить. Тогда я собиралась приезжать вместе со своей подругой, и мы с ней параллельно, одинаково все делали. Я сейчас не буду рассказывать подробно каждый-каждый-каждый документ, который вам нужно приложить, потому что в вашем случае могут быть уникальные наборы документов, да. Но есть официальный список документов, минимальный, который выставлен вообще на сайте французского визового центра. Ссылочку я прикреплю в описании, да, вы сможете посмотреть. Но скажу так, что со временем я начала пользоваться услугой консультанта. Если захотите ссылочку на консультанта, который мне помогал делать визу, и с которым у меня получилось получить визу, да, пишите мне в директ в инстаграме, или пишите мне в директ в инстаграме, я вам лично пришлю имя того, кто мне помогал. Также, если вам нужен конкретно мой список, который мне помогали сделать под мою ситуацию, тоже можете писать мне в директ, и я вам отправлю. Пишите подметкой, что вы с ютуба, тогда мне будет понятно. Так вот, сколько занимала времени подготовка, и какие документы нужны были? Основные документы — это, конечно же, паспорта, это аттестаты, школьный аттестат, это дипломы в образовании, это мотивационное письмо, это также подтверждение того, где вы работаете, да, то есть у меня ИП, поэтому у меня были подтверждения того, что там у справки о ИП, о том, что я на учете налоговой, это, конечно же, выписки, да, актуальная выписка за последние три месяца, то есть это оборот и это остаток на счету, вот. Также в моем случае я подумала, что, и мне консультант подсказал, что лучше иметь спонсорское письмо, иметь отца-гаранта, ну, то есть родителя-гаранта, потому что мне 24 года, и для европейцев это очень молодой возраст, и они мыслят так, что в таком возрасте дети вряд ли имеют деньги, да, потому что это очень молодой возраст, и обычно европейцев обеспечивают родителя, поэтому всегда есть спонсоры. Поэтому я просила отца сделать выписки, и он подписывал спонсорское письмо, он делал также оборот, и это все делалось на английском языке. Также я подтверждала его доход, то есть у него тоже ИП, и он также делал выписки о подтверждении того, откуда у него приходят деньги. Также к мотивационному письму самое основное вообще, что нужно сделать, когда вы готовитесь, и это, знаете, основное, что может вам навредить, что может не убедить консулу дать вам разрешение на студенческую визу, это мотивационное письмо, его вообще нельзя недооценивать, потому что оно как раз-таки и поясняет, зачем вам нужно ехать в Париж, учиться, с какой стати, да, в чем ваша цель, потому что если это будет звучать неубедительно, если логика того, что вы должны здесь пребывать, будет не совсем, так скажем, убедительно, да, то консул может усомниться в целях вашего пребывания и может посчитать, что вы просто нацелены на эмиграцию, да, то есть вы будете очередным эмигрантом, который будет жить на пособиях, что Франции вообще неинтересно, они стараются бороться и усложнять процедуры максимально для эмигрантов, вот. И вам нужно убедить, что вы, у вас реально есть цель, вы хотите приехать, реально поучиться какие-то знания, получить опыт и так далее, и вернуться в Россию, чтобы развивать Россию, то есть это основная цель. Второе — это помимо того, что ваша легенда того, зачем вам нужно пребывать во Франции, должна быть убедительна, помимо этого нужно подтверждать каждый тезис, который вы прописываете в мотивационном письме. Мотивационное письмо, сразу говорю, мне помогал делать мой консультант, потому что я поняла со временем, что одна я не справляюсь, потому что очень был маленький процент одобряемости студенческих виз, я подавалась в Москве, и опять-таки напомню, что я подавалась со своей подругой, и мне повезло, что я подалась позже, потому что, опять-таки, мы начали сначала собирать самостоятельно все документы с подругой. Своему счастью оказалось так, что я потеряла свой диплом об образовании, и месяц восстанавливала свой диплом. В это время моя подруга подавалась на визу, и оказалось так, что ей отказали в ней, вот, что меня очень испугало, и после чего я решила, что все, нет. Я готовлюсь с консультантом, который проверен, и которого мне посоветовали, и который прям специализируется на европейской миграции, на европейских визах, и знает все тонкости. Поэтому я заплатила около 70 тысяч рублей. Там такая система, что сначала я платила 50%, и если в случае, если мне дают визу, я оплачиваю вторые 50%, но если у меня будет отказ, то я недоплачиваю 50%. То есть, в принципе, приятные условия, небольшие риски. Я, конечно же, согласилась, потому что если бы... То есть я бы еще больше времени и денег потратила, если бы сама готовила, мне бы сделали отказ, и отказ очень сильно влияет на негативную, на визовую историю, и это подвергло бы меня в будущем просто опасности того, что мне не выдали бы в следующий раз другую бы визу, и у меня бы были отказы. Мне бы пришлось вообще, может быть, год ждать того, чтобы визовая история стерлась, так скажем, да, и через год я могла бы еще раз подаваться спокойно, либо бы делала постоянные апелляции, на что мне не хотелось тратить время. Поэтому, да, это было лучшее решение, на самом деле, с кем-то делать визу. Но, опять-таки, возможно, можно самостоятельно все это подготовить, если вы в этом разбираетесь, либо у вас опыт в этом есть, либо вы готовы на это очень много времени потратить, но я не была готова задать на это время свое внимание, поэтому все мотивационные письма, все какие-то списки, то есть какой-то план готовил мой консультант, и, по сути, все, что я делала, я собирала письма, ну, в смысле, собирала, и, по сути, все, что я делала, это я собирала документы по ее списку, которые она мне составила, и отправляла на перевод, потому что часть документов нужно нотариально переводить, то есть заверять, какую-то часть документов надо просто переводить, а какую-то часть документов можно не переводить, И эти тонкости в интернете вообще не написаны, и ты не понимаешь, то есть везде разные списки, везде разные информации, ты не понимаешь, что надо переводить нотариально, что не нотариально, что не надо переводить, то есть какой-то немножко сумбур был, поэтому, да, мне это, конечно, очень помогло. Но также важный момент, который, также важный момент касательно мотивационного письма, еще раз делаю акцент, что каждый тезис, который приведен у вас в мотивационном письме, должны подтверждаться фактами, поэтому мой консультант, она сделала акценты, то есть, например, вот здесь мы говорим о том, что моей легенде, кстати, свою легенду я тоже расскажу сейчас. Моя легенда была такова, что так как я работаю в маркетинге, у меня было маркетинговое агентство международное в Дубае, то есть я официально была зарегистрирована как shareholder, то есть я была официально прописана как учредитель компании в Дубае. У меня были партнеры, и там было написано мое имя, было написано, чем занимается компания, это маркетинг-косалтинг, и также были доли написаны, то есть все-все было официально, поэтому этот документ мне тоже помог для моего, так скажем, досье, для моей легенды, для убедительности, да, что я не просто на пустых словах говорю о том, что я работала когда-то в маркетинге, и нет никаких догаданностей, это может быть обман. А есть доказательства того, что у меня были сертификаты за обучение, да, то, что я проходила курсы, также я писала отдельно CV, то есть CV это опыт работы, где ты работал, в какие годы, чем ты занимался и так далее, то есть там я прописывала в CV, как обычно оформляется, да, там фотография, и чем, род деятельности, чем вы занимаетесь, и дальше по годам, то с такого-то, по такой-то год вы то-то-то делали, остальные года вы что-то другое делали. Следующий сложный моментик это жилье, в чем была ошибка, возможно, моей подруге, почему ей не дали студенческую визу, возможно, как раз-таки из-за жилья, потому что у нее была брой на букинге, и это не очень хорошо, потому что брой на букинге, брой на Airbnb не очень хорошо рассматривается, в общем-то, консульством. Почему? Потому что есть риск того, что вы бронь отмените, что вы на самом деле не будете там жить, и что на самом деле вы, не знаю, там, это уже какому-то мужчине мигрируете, выйдете за него замуж, там, вы будете не учебой заниматься, а чем-то другим, вот, поэтому самый хороший вариант, но самый сложный, это аренда долгосрочного жилья, то есть это договор вы готовите с квартирой, то есть с арендодателем, о том, что вы хотя бы на три месяца снимаете квартиру, вот, а то и на дольше. Но я понимаю, и вы поймете, что это супер нелегко, потому что как вы можете, не видя квартиру, забронировать жилье, сделать иностранный перевод большой суммы, там могут быть большие сложности, деньги могут где-то застрять, у вас нету какого-то, возможно, досье, вас не видели в живую, вы можете просто не успеть и не смочь найти жилье на расстоянии, да, потому что на самом деле в Париже не такая простая ситуация, как, допустим, в России, в Москве, где ты выбираешь квартиру, а в Европе и в Париже квартиры выбирают тебя, то есть они выбирают среди арендаторов, да, кандидатуру, которая больше всего им подходит, особенно если вы иностранец, это еще тяжелее, это еще больше усложняет задачу, поэтому это прям сложно, но если у вас есть такая возможность, и вы знаете, как это сделать, у вас, конечно, это лучший вариант, в моем случае был вариант, это документ, который доказывает то, что вы будете жить у какого-то своего знакомого, да, то есть какой-то ваш знакомый приютит вас на определенное время, на три месяца, вот, у меня не было такого знакомого, но у моего консультанта был такой знакомый, который согласился мне за 30 тысяч рублей, то есть это 300 евро, по-моему, было, я платила, и он согласился подписать бумажку, то есть это он не баржемал, дал свои тоже там паспортные данные, подпись, еще там какие-то бумажки были, то есть это он не баржемал, и по ним все прокатило у меня, то есть все окей, и главное, чтобы это желательно был не мужчина одинокий, потому что у меня была капа, у меня была пара, мужчина француз и жена русская, вот, поэтому здесь это как бы окей, то есть пара, мои друзья приютили меня, то есть это как бы окей выглядит, вот, лучше всего, чтобы была либо так же пара, либо семья какая-то, либо девушка, да, то есть если вы, я слышала ситуации, когда аттестационный баржемал дел парень, но лучше не рисковать, опять-таки, если есть возможность выбрать что-то другое, то выбрать лучше что-то другое. Еще один пунктик важный, это то, что если вы хотите поступать на языковые курсы, у меня были языковые курсы, да, то есть я не поступала ни на бакалавриат, ни на магистратуру, то есть есть такая фишечка, хитрость, да, если вы не готовы сейчас прям учиться-учиться, но хотите получить ВНЖ, хотите как-то почувствовать вообще, как вам город, там, как вам страна, то есть хотите ли вы здесь оставаться или нет, то классный вариант это языковые курсы, потому что, ну, вроде как недолго, вроде как несложно, ты не особо много тратишь время на учебу, то есть это буквально там 2-3 дня в неделю ты ходишь по 2-3 часа на учебу, и как бы изучаешь язык, погружаешься в культуру, и не особо много на это время не тратишь, но при этом это как студенческая виза, да, которая помогает сделать ВНЖ. Единственное, что должны быть, как я читала, когда я в свое время изучала информацию, везде писали, что это должна быть школа, которая будет в списке, рекомендованном в списке от Campus France, то есть Campus France это организация, которая стоит между вами и консульством, то есть перед тем, как подать документы в консульство, надо пройти собеседование с Campus France, и на самом деле такая организация, которая, ну да, она работает именно со студенческими визами, и получается вы созваниваетесь там буквально на 15 минут с представителем, есть такая, кстати, хитрая, что я родом из Томска, это Сибирь, и я записалась в Campus France не в Москве, не в Питере, а в Новосибирске, там вообще нет очереди, потому что никто не подается практически на студенческие визы в Новосибирске и вообще в Сибири, поэтому я записалась в Новосибирске, и вообще в ближайшее время там было буквально там на следующий день уже свободный слот, где можно было собеседоваться, то есть не надо было искать слот и ждать очередь какую-то, как это может быть в Москве спокойно, а то есть там была добрая женщина, просто добрейшая, которая просто раз-раз-раз-раз там со мной поболтала, то есть вообще это не напряжно было, потому что в Москве есть какой-то жесткий мужик, который, я только слышала про него, что он очень противный, что он постоянно докапывается, докажет мелочи, что он может вообще перенести собеседование, что он может вообще отказать, то есть он может так навредить, так скажем, да, вам, а у меня была женщина, которая просто, ну, поспрашивала, куда я, какой университет я выбрала, почему я его выбрала, такая хорошо, и мы попрощались, все это заняло 10-15 минут максимум. Перед тем, как пройти собеседование в кампус Франция, нужно сдать экзамен по языку, то есть французский язык должен быть минимально А2, у меня был французский в школе, то есть я его чуть-чуть знала, то есть как раз-таки мне кажется, он уровень 1, А1, А2, то есть я его бывало иногда учила, там, ну, просто приспичит мне, я месяц поучу, там, раз в годик, то есть чуть-чуть базу я знала и помнила, поэтому мне это помогло быстренько за месяц подготовиться к экзамену, то есть мы с моим преподавателем готовились, там, проходили темы, которые нужны для экзамена, и, да, я сдала на А2 как раз-таки экзамен свой, он стоил 10 тысяч рублей, сдавала я его в Институт Франце в Москве на Мясницкой, по-моему, и мы с моей подругой тогда сдавали, вот, и моя подруга вообще получила бы один уровень, хотя она вообще не учила французский, ну, то есть она учила тоже так же, как и я в школе, особо, ну, там, месяц она, значит, скачала приложение дуалинговое, типа такого, и просто вставляла там слова, то есть тесты какие-то проходила, чуть-чуть неделю позанималась с репетитором и уже издала на Б1. На самом деле, что я, что она, мы очень много наугад тыкали, просто там формат теста, вам не нужно там ни спикинг сдавать, ни какой-то райтинг, то есть ни письмо, ни разговорный, да, экзамен, вы не сдаёте, вы только делаете тесты и всё, всё, только тесты. О тестах можно наугад тыкать, вот, у нас был принцип, вот есть знакомое слово какое-то французское, значит, выбираем этот вариант, вот, и он сработал, даже у моей подруги ещё лучше, представьте, Б1 уровень, типа, хотя она прям, ну, суперэлементари, да, как и я, в принципе. Вот, поэтому не бойтесь экзаменов, вы можете их сдать просто, ну, особенно, если вы уже когда-то учили французский язык, хотя вы понимаете базу, как он строится, да, какие-то принципы основные, то вообще месяца вам для подготовки будет вполне достаточно. Если вы никогда не учили французский язык, то вам, может быть, нужно побольше гораздо времени, чтобы подготовиться и знать базу, но опять-таки, если вы везунчик и можете, знаете, а вось повезёт, в общем-то, да, рисковать, но на самом деле я бы выбирала страну, которая, язык которой вы хотя бы чуть-чуть знаете, так вам будет проще. Получается, я собрала все документы, сделала переводы. Также у вас, кстати, должно быть приглашение от школы, вот, когда вы получаете приглашение от школы, издаёте языковой экзамен, после этого вы идёте в Campus France, то есть вам можно не сразу собирать все документы, а вот главное иметь вот эти вот основные. И дальше вы уже начинаете дособирать, 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 когда вот вы готовитесь именно к подаче документов в визовый центр, вот, то есть в консульство. И здесь самое главное, чтобы были слоты, я вам вообще супер рекомендую подаваться осенью, то есть когда вы осенью подаёте документы. Почему? Потому что это супер не сезон, потому что там просто, мне кажется, пустой визовый центр. Я сейчас объясню, почему я в этом знаю, потому что первый раз я подавалась в мае, в конце мая, и это самый худший период для подачи. Моя подруга подавалась в марте, вроде бы там было много достаточно слотов. Кстати, да, мне кажется, вот зима хороший период, тогда было очень много слотов, мы смотрели, там можно было практически в любой день, много вариантов времени было, можно было спокойно податься, то есть маленький туристический тогда поток был, и мало кто получал туристическую шенгенскую визу, и студенческую, и студенческую, потому что это не сезон для студентов. Собственно, поэтому очень быстрое рассмотрение. Мою подругу рассмотрели за две недели, то есть за две недели ей пришёл отказ, и написано было, что сомневаются в целях визита, вот, они не поверили. Там было, видимо, недостаточно документов, моя подруга сама всё собирала, и, видимо, не всё предусмотрела, не все документы. У неё такая, ну то есть не такая большая папочка была, как у меня, потому что у меня документов было вот столько, мне кажется. Я потратила тысяч пять просто на печать, то есть вот прям огромную такую папку несла. В общем, очень было много документов, и, да, лучше перебдеть, чем недобдеть, лучше больше сделать максимум всего, чем недостаточно. Вот, и я подавалась, то есть пока я собрала все документы, пока я восстановила свой диплом, пока были какие-то слоты, потому что я попала в майские праздники, когда вообще ничего не работало, там у них какие-то французские ещё были праздники. В итоге я вот подалась в конце мая. И что получилось? Получилось, что был горячий сезон туристический. Я ждала визу очень-очень-очень долго. То есть мой консультант сказал, что никогда в жизни такого не видел, чтобы так долго человек ждал свою студенческую визу, даже если рабочую. То есть вообще, в принципе, может быть, это какой-то пиковый сезон был, прям летом, я не знаю, все хоть собирались в Париж, как будто были, там, во Францию. Я пришла тогда в визовый центр. Тогда я записалась на 3 часа дня, я пришла вовремя, и мне, я беру талончик свой, и написано, что, ну, то есть охранник мне сказал, что ожидание примерно час. И мой талончик реально, он даже не высвечивался на экране, настолько много было людей, было очень душно, было прям все забито, весь зал был забит, все сидели, все места были заняты, люди еще стояли, все стойки были тоже забиты, их было много. В общем, было очень жарко, душно там и так далее. Я пришла, кстати, есть возможность премиум лаунж взять, он стоит, по-моему, 7 тысяч рублей. Вот, и вы можете без очереди там податься, но вот если опять-таки заплатите. Я заплатила, я поняла, что я не хочу так долго ждать, и, в общем-то, это все муторно. Еще я боялась, что в обычном зале там что-то перепутают, там будут суматохи, что-то как-то вот не проглядят и так далее. Я решила прям максимально не рисковать. Я была очень напугана, потому что мои подруги отказали, я думала, что все, мне точно, наверное, тоже откажут. Тоже я еще испугалась, что у меня не очень школа, потому что моя школа не совсем аккредитована в списке «Компус Франции», про что я говорила. И мне об этом сказала девушка, женщина, точнее, с «Компус Франции», что ваша школа немножко сомнительная, она нет в списках, хотя она была аккредитована. Я посмотрела на сайте, была аккредитация, но ее действительно не было в списках почему-то. Я боялась, что... Кстати, тоже была гипотеза, что мои подруги из-за этой школы отказали, поэтому я вообще подумала, ладно, подамся, что будет, то будет. Хотя я была уверена, что мне откажут. Но я очень много сил потратила, я на тот момент уже потратила полгода на подготовку, пока экзамен, пока то, пока сё, пока разобралась с тем, сем, там, сям. Уже прошло очень много времени, поэтому ждала я три месяца свою визу практически, то есть два с лишним. И получила я свою визу в итоге в конце августа. Мне доставили мой паспорт из французского визового центра, подавалась на студенческую визу. Ждала свой паспорт три месяца. Сейчас мы узнаем, дали ли мне визу или не дали. Это полгода. Страшно, если дали, и страшно, если не дали, я уже практически смирилась с этим. Мне дали. Мне дали студенческую визу. Это как? Вот. И я готовилась к поездке в конце сентября, то есть 23 сентября я должна была уже прилететь во Францию, в Париж, и начать своё обучение. Но получилось так. Кстати, я получила свою визу, всё нормально. Но получилось так, что каким-то магическим образом моя виза потерялась. Типа мой паспорт, он куда-то потерялся. Был день, когда я выезжала из своей квартиры, где я жила в Москве. То есть я заказала муверов, которые собирали все вещи. И, видимо, в какой-то суматохе он куда-то завалился, либо, я не знаю, куда-то он просто испарился, куда-то исчез. И я это поняла перед самым выездом. То есть я это поняла, когда уже вывезла все вещи на склад, выехала, уже сдала ключи управляющей компании, выехала со своей квартиры. И я понимаю, что перепроверяю папочку с документами. У меня было два загранника. Можно по закону иметь два загранника. Один загранник, который новый, без визы, у меня был при мне. А второй, который с визы, его не было. Он просто реально испарился. И я его обыскалась. Я поехала на склад, поискала во всех коробках на складе. Там я не нашла. Представляете, просто уровень стресса, когда тебе в 5 утра надо уже выезжать, а ты в 9 вечера, ты стоишь, копаешься в коробках, потому что у тебя нет паспорта. Это был такой уровень стресса, вы не представляете. И еще больше было стресса из-за того, что мне казалось, что я получила такой большой шанс, что мне дали в какую-то школу, где вообще языковые курсы. А языковые курсы вообще, в принципе, не особо любят. То есть всегда лучше универа. Приоритеты универа. Прям чаще дают, чем те, кто идут на курсы. Потому что курсы — это сомнительно. Это больше как предлог выглядит. Поэтому я это воспринимала как просто шанс, как знак, что все у меня надо. И тут я почувствовала, что я просто упустила свой шанс. И в следующие разы все уже не прокатит, мне не дадут. Я просто в истерике это все искала. Найти не смогла. Поехала обратно в свою квартиру. Думаю, ну где-то в квартире, наверное, завалилась. Я в квартире не нашла. Это было уже 10 ночи. И все, я поняла, что все. Видимо, пора смириться, что я никуда не еду. И надо было думать дальше, что я делаю. Вот. Я начала искать в интернете, что же делать, если ты потерял свою визу. Можно ли как-то это восстановить быстро. Могут ли просто, не знаю, и заново наклеить, потому что тебе же дали ее, ты даже не выехал по ней. Есть ли какие-то, в общем, фишки. И все, что я находила, всю информацию, которую я находила, она была за 2012 год на форуме Винского. То есть это мне не подходило. Там что-то через Украину предлагали как-то вылетать и что-то еще, что вообще не актуально абсолютно. То есть не было актуальной вообще нигде информации. Я пыталась звонить пограничникам. Мне не отвечали. Ну, пограничную службу вообще никто мне ничего не отвечал. Уже было поздно и, понятное дело, не рабочее время. Поэтому я позвонила на следующее... А, нет, получается, что я в пятницу должна была как в субботу уже выезжать. И, получается, это уже выходные были. Выходные визовый центр не работает. И я ждала, получается, просто до понедельника, чтобы понять, что мне делать дальше. И я позвонила в визовый центр. И мне сказали, что нужно заново переподаваться. То есть полностью собирать... Представьте, полностью проделывать все заново. Слава богу, мне не надо было заново сдавать языковой экзамен, потому что я бы с ума сошла. Мне не надо было проходить Кампус Франц. Мне просто надо было еще раз подготовить те же самые документы. Снова их все распечатать. Сделать, обновить новые выписки из банка. Да, актуальные оба остатки на счету. Актуальные документы с подписью от моего отца-спонсора. Сделать выписки моего отца. Обновить. И что еще? И обновить это стасион де Бажемо. То есть о том, что я еще буду жить у своих знакомых, это все еще актуально. То есть это я тоже обновила. Мне пришлось, конечно же, еще раз доплатить моему консультанту. Мы еще раз работали с моим консультантом. Я платила где-то 30 тысяч рублей. Вот, 300 евро. И получается, я доплатила еще 10 тысяч рублей этой семье, которая мне делает это стасион де Бажемо. То есть они мне обновляли это все за 10 тысяч рублей. И получается, что это был уже конец сентября. Точнее даже... Нет, это было даже начало уже октября. И вообще было очень много слотов. Я пришла, значит, забронировала ближайшую дату для подачи. За два дня я собрала все-все документы. И, кстати, если вы потеряли паспорт, то какие этапы для восстановления этого всего? В первую очередь надо пойти в полицейский участок, да, по месту вашего жительства, и написать заявление о том, что вы потеряли паспорт. Вы пишете заявление, вам выдают талончик, и с этим талончиком вы идете в иммиграционную службу, то есть как МФЦ такой, и тоже по вашему району. Вас должны прям полиция направить на конкретный адрес. Вы туда приходите, смотрите рабочие часы. Вы туда приходите. И лучше приходить через два дня примерно, потому что я пришла через день, и через день еще не было готово у них. Им документы МВД не передали документы о том, что я утратила. Там, в общем, какой-то человек должен какому-то работнику конкретному направить вот это заявление. Только после этого он может вам выдать справку о том, что ваш паспорт потерян, и он аннулирован. То есть вы его аннулируете только через два дня после того, как вы подали заявление. Но это мой опыт. Опять-таки, может быть, в вашем случае у вас это все будет быстрее, но у меня это было через два дня. И я просто была опять-таки на стрессе, потому что я пришла в МФЦ в этот, и на следующий день я должна была подавать на визу. А я прихожу, и мне говорят, что мы не можем вам сделать справку, потому что еще у нас ничего не готово. И я просто молилась, чтобы утром это все было готово, а днем я уже подавалась на визу заново. И без этой бумажки нельзя, потому что могут заподозрить, что вы макинации какие-то проделываете, можете этот свой паспорт, на самом деле вы его не потеряли, отдаёте какому-нибудь человеку с похожей внешностью, кто может этим воспользоваться, да, и с вашей визы поехать в Европу, что незаконно и типа мошенничество. Поэтому все, слава богу, успели. Я получила, значит, справку о том, что я потеряла свой паспорт, распечатала все документы, все там у меня было готово, пришла, был пустой абсолютно визовый центр, то есть прям я была самой первой. Я как пришла, так сразу пошла подаваться в обычный зал, он был пуст. И, кстати, не забудь обновить еще фотографии, вот что я еще обновила, обновила фоточки. И надо новые, нельзя брать старые, как я поняла, нужно именно обновить, чтобы не повторялись, как на прошлой визе. Потом я пришла в визовый центр, там надо было еще на месте написать заявление на французском, либо на английском, написать, что прошу вас аннулировать мою визу, то есть вы отдельно сначала аннулируете загранник, а потом в МФЦ, а потом вы отдельно аннулируете визу уже в визовом центре в самом. То есть вы пишите просьбу на английском, на французском, можете ли вы аннулировать мой паспорт, точнее мою визу из-за того, что она была утеряна. Все, просто одно предложение, дата, подпись и все. Дальше, получается, я подалась, и я не знала, сколько ожидать, но я была в шоке, и через два дня мне уже позвонил курьер и сказал, что моя виза готова. То есть они совсем мало это делали. Я не знаю, может быть, это из-за того, что они меня запомнили, может быть, из-за того, что... Ну, типа, мне уже давали визу, может быть, из-за того, что очень была маленькая очередь, и вообще потока никакого не было, и очень быстро рассмотрели. А может быть, два случая они как бы сошлись воедино, и поэтому всего лишь два дня на это было потрачено, что для меня просто шок был. Я думала, минимум неделя, так как стандартно, а тут вообще прям очень быстро. Возможно, если вы будете подаваться в это же время, может быть, вам так же быстро, там, за неделю или там даже меньше рассмотрят. Вот. Кстати, хочу сказать, что есть один такой очень жесткий консул, его зовут Эрик, он, кстати, часто ставит отказы, здесь вот как вам повезет, вот какой консул вам попадется, как вам повезет. Мне попался Эрик, но, видимо, у меня настолько были грамотоподготовлены документы, что даже он мне поставил как бы визу, хотя это вообще шок, обычно про него все на форумах пишут, что постоянно он ставит отказы, всем про него прям все знают уже. И он мне тогда дал всего лишь на время обучения, то есть у меня обучение было на 9 месяцев. Если ты делаешь на 9 месяцев обучение, то тебе могут дать на год визу, вот, то есть от 9 месяцев, могут на 9 также дать месяцев, могут на год, здесь уже как повезет. Я взяла обучение, ну, я сэкономила на обучение, оно, кстати, у меня стоило 2600 евро, и это дешево вообще для Парижа, мне кажется, это одни из самых дешевых курсов, вот, ну, если сравнивать, ну, допустим, курсы с Арбон, они стоят 5000 с лишним в год, вот, ну, то есть как бы в два раза дороже. Получается, что в марте у меня заканчивалось уже, заканчивалось обучение, и он мне прям до марта поставил прям тика в тику мою визу. Хотя моя учеба начиналась уже в июне, но из-за того, что долго рассматривали мои документы, моя учеба, она уже как бы шла, вот. Но несмотря на это, очень долго рассматривали документы, вот в первый раз, да, когда я даже писала и написала в консульство, но, кстати, фишечка в консульство, надо писать французское на французском языке. Они не любят английский, они не любят русский, они на эти письма вообще не отвечают, вот. Они их не читают, не отвечают, то есть они вот такие вредненькие. Поэтому пишите на французском, если вы хотите ускорить как-то этот весь процесс, это для вас лайфхак, они, может быть, вероятно, это прочитают, с уважением к этому отнесутся и прислушиваются. Второй раз, потому что, это когда я подала документы, я прям в понедельник, то есть в пятницу я подала на визу, потом в выходные они не работали, в понедельник я написала им письмо на французском, точнее, мой консультант написал, я скопировала, ставила, где пояснила, что вот моя виза была утеряна, и, возможно, это тоже их поторопило, ускорило, и уже в среду утром мне позвонил курьер и привез мне визу в 9 утра, вот. То есть очень быстро это все. И, да, возможно, сезон, возможно, то, что я уже подавалась, и мое письмо, это все вместе суммарно ускорило очень сильно процесс, поэтому, если вы потеряете свой паспорт с визой, будет круто, если у вас есть уже паспорт, потому что у меня был второй загранник, и мне не нужно было его заново делать, то есть если бы я его делала заранее, ну, как бы заново, то у меня бы еще время потратилось, еще бы две недели минимум, поэтому, да, мне очень повезло с этим, я в новые заграники вклеила все это дело, и, да, и уже, по сути, да, купила билеты, уехала, и я уже нахожусь здесь. Девочки, тахикардия началась просто. Значит, дали ли мне французы второй шанс или не дали? Я не знаю, это может быть отказ, но ко всему должен быть готова, вот, смотри, А далее до какого числа? 10, 10, 24? Это дольше? У меня было, в прошлый раз у меня была вода марта, а сейчас получается до... До... Все, теперь понятно, почему ты, мать твою, просрал этот паспорт. Мораль, на все есть причина. Я в бахере просто. У меня, видимо, другой консул. Спасибо. Не тебя люблю. Спасибо большое. Могу сказать по статистике, которую я слышала, если вы задаетесь вопросом, какая сейчас одобряемость и так далее, то, что я слышала, опять-таки, это могут быть слухи, это может быть не совсем правды, но, как говорят, что 80% было отказа в 23-м году, но, может быть, это преувеличенные слухи, да, может быть, это ищет сплетни мыслей, может быть, на самом деле, гораздо больше процентов одобряемости, потому что я со своей, опять-таки, сомнительной немножечко школой, но, видимо, с хорошим, с хорошим мотивационным письмом, как бы все вместе, это с Ассен-Де Большима, тоже такое, знаете, не самый топовый вариант для них, но, как бы, приемлемый, с этим всем я все равно смогла получить визу, а, знаете, что важно, что первый раз, вот, Эрик мне дал до марта визу, а второй раз я подавалась, мне попался другой консул, и он мне дал на год, хотя у меня оставалось всего лишь пять месяцев обучения, или даже уже четыре месяца обучения у меня оставалось до марта, нет, пять получается, и, несмотря на это, я думала, ну, максимум дадут, если повезет, я думала, дадут до марта, как было до этого, либо дадут еще меньше, а я это боялась, потому что, если меньше шести месяцев до визы, то это уже не ВНЖ, то есть, это уже не резидентство, и получается, а в чем тогда мне смысл, если моя главная цель была, то, что я получу национальную визу, и смогу сделать ВНЖ, то есть, как бы, тогда будет все потеряно, потрачено и так далее, и здесь получается, то есть, мне дали с 10 октября 23 по 10 октября 24, то есть, понимаете, прям везение какое-то, я очень сильно обрадовалась, и думаю, ну, не просто так потеряла паспорт, оно хотя бы дало какие-то плоды, и даже лучше получилось, вот, поэтому у меня сейчас задача, какая в Париже, это валидировать свою визу, и сделать ВНЖ, то есть, стать как-то там в очередь куда-то, я пока еще не совсем с этим разобралась, это сейчас предстоит мне всем этим заниматься, возможно, если вам интересно дальше видео про Францию, возможно, какие-то влоги, как я здесь адаптируюсь, чем я здесь занимаюсь, про то, как я делаю ВНЖ, или про то, как я здесь, кстати, ищу сотрудничество, как я здесь начинаю работать с фэшн-брендами, как инфлюенсер, да, если вам про это интересно все слушать, пишите в комментариях, да, что бы вы хотели узнать, если у вас есть какие-то вопросы, конкретно по визе, какие-то детали узнать, может быть, я не все раскрыла, что бы вы хотели, вы можете спрашивать, я вам также отвечу, и не забывайте подписываться на мой инстаграм, и там я регулярный контент пущу каждый день, про жизнь свою в Париже, вот, особенно про сейчас такой этап адаптации, когда я только-только начинаю понимать, где я что и как, и поэтому буду очень рада вас видеть в моем инстаграме, можете писать в директ про контакты консультанта, я вам могу скинуть, и про список документов, которые я готовила, то есть такой роудмэп, тоже могу скинуть, вот, поделиться, хотя опять-таки делаю акцент, что это мой персональный такой лист, он может вам не совсем подойти, возможно, вам что-то другое надо, да, и очень важно придумать легенду, потому что вообще Париж очень хорошо подходит для, там, стилистов, для тех, кто связан с фэшн индустрией, потому что здесь все логично, вы ездите в столицу моды, чтобы учиться моде, то есть это максимально безопасный, да, такой вариант, для, там, можете пойти в фэшн скул, да, какой-нибудь поступить, может быть, институт Марагони, да, как в Италии, так и во Франции, можете, здесь еще есть такой вариант, это стартап виза, тоже не прям суперсложная, вам надо иметь, главное здесь, какой-то бизнес-план и так далее, то есть, ну, здесь я уже не специалист, это как вариант рабочая виза, это все понятно, вот, поэтому, да, но студенческая, это реально, наверное, самое простое, потому что, по сути, вы здесь просто платите за учебу, и собираете документы, и как бы все, да, главное, чтобы была классная легенда, о том, как вы собираетесь жить год в лучшей стране, в лучшем городе этого мира, разговаривать на лучшем языке этого мира, они любят, когда их хвалят, и чтобы вернуться, и поделиться всем своим опытом, в общем, такое видео получилось у нас не короткое, но я постаралась максимально рассказать все, как было, потому что информации реально очень мало в интернете, в чатах, в форумах, везде, поэтому, сама очень много добывала, и надеясь, она вам поможет, все, всем пока!